Специалисты Матичинской администрации продолжают следить за качеством работы Сергиева Посадского рекоператора. В августе состоялись более 100 проверок. Их инициировали как чиновники, так и представители надзорного ведомства или жители муниципалитета. Число обращений с требованием ликвидировать навалы мусора на контейнерной площадке уменьшилось. Возможно, спад носит сезонный характер. Не исключено, что после снегопада кривая вновь поползет вверх. Но пока есть время решить другую проблему – вывоз крупногабаритного мусора с сельских территорий. Есть у нас поселки или какие-то сектора ИЖС, где организован вывоз индивидуальных баков. При этом они не могут никак утилизировать КГМ. То есть, если они их вынесут к этому бачку, то рекоператор их не забирает. Диван какой-нибудь или еще что-то. И вот у Юнпольского был такой вопрос, что как нам вот эту работу поставить. Александр Владимирович предложил установку 8-ми кубовых контейнеров где-то на отдалении, чтобы жители этого населенного пункта могли туда свой КГМ свозить. Сергий Вопосадский, рекоператор, отклонил предложение директора территориального управления Пироговский Александра Емпольского. Причина – организация готова вывозить крупногабарит только с оформленных контейнерных площадок. В администрации муниципалитета это сочли отговоркой. Вопрос будет решаться на более высоком уровне. Еще одна актуальная тема – задолженность жителей и управляющих компаний городского округа Матищи перед Сергьево-Посадским рекоператором. На сегодняшний день она составляет порядка 79 миллионов рублей. Сегодня мы озвучили, что прошло очередное судебное заседание с одной из управляющих организаций. Есть решение суда в пользу регионального оператора, взысканного с управляющей организацией за должность в размере 700 тысяч рублей. Мы зафиксировали, что по ряду управляющих организаций проводятся переговоры. Они встречаются, работают, фиксируют за должность актами сверки и пытаются принять решение, как бы добровольно эти суммы оплатить и возместить. Сергей Вопосадский рекоператор начал работать с должниками, однако о положительной динамике пока говорить рано, сообщил Павел Седойкин. Опасения вызывают долги ряда ТСЖ и ЖСК. Суммы кажутся небольшими, но если они продолжат расти, то объединения в ближайшем будущем могут разориться. В администрации муниципалитета призвали поставщика услуги активнее отстаивать свою позицию и вовремя взыскивать деньги с должников. Надежда Звягинцев и Денис Корнев, Первый, Мытичинский.